у нас тут продолжается пытка света меня уже четвертые сутки пытают то есть ночью дают свет и как-то один раз вообще все сутки были потому что проверяли энерго ну как берется энергия и я все это время жду что его выключат и поэтому люблю 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 потому что мне для лепки нужна электроплита для подогрева воск и я не сплю 4 сутки так сейчас выключили свет снимаю то что налепила но это одна третье того что я запланировала воска закончился даже если свет дадут воска нет это копии древних палеолита женщин известных в мире вот это очень похоже на догонов по стилистике но я не помню кто если честно у догонов чуть-чуть более она чем похоже даже технологичностью какой-то минимализм плюс как технологические детали но но я думаю что это не догон и я не могу вспомнить но откуда эта фигурка на фотографиях помню а вспомнить не могу надо будет поискать потом подпишу это ближе к ближнему востоку вот это венера лапусик смотри что мне сделать не за секунды подарил много ухо это боже не не смотрим вот тут мне так папич нравится папка и и даже копчик вот это над копчиковая часть у некоторых выделяется даже она отмечена когда ее делала чувствовала себя во первых видела перед собой эту модель во вторых чувствовала себя скульптором палеолита но на самом деле конечно это очень одна из самых известных фигур в мире давшая название всем меня всем но фигуркам палеолита и одна из моих самых любимых я конечно еще бы сделала и на ну и еще у меня много любимых статуэт древнего мира но это со временем а вот палеолитических а я очень хочу сделать минимум 30 это ближе к байкалу и камен ну вот это эта территория ближе к азии значит еще для тех кто далек от этого дела почему одни худенькие вот у догона вообще будет просто дрюши такие они сами по себе эти племена высоко высокорослая потому что и почему в это же время в палеолите и они же в принципе изображали то что почитали то что видели перед глазами это что считали достатком накопленные жировые отложения на севере это залог пережитой зимы или пережитого сезона и того что женщина может рожать то что она гормонально здоровая может давать жизнеспособное потомство и чем южнее находились племена жители планеты тем тоньше вот видны эти фигурки потому что естественно что в египте в центральной африке в южной африке жара и во первых не так много еды во вторых нет необходимости в накоплении жира поэтому там все поджары и сухие там надо бегать быстро там все как зулусы с огромной мышечной массой и практически без жировых отложений просто по природе и ну плюс питание специфическое для них еще сегодня ну давайте на этом континенте еще я конечно же не успела хотел сегодня не только такие трипольские но и трипольские с у меня с собой нет этой статуэтки она дома лежит вместе со всеми можете где-то на фотографиях приложу а вот и триполье и сюда ближе к телегулу вот эти вот арманские скифские у них были лица своеобразные изображены а еще рогатых несколько хотела сделать сюда в коллекцию в первую партию но не знаю воск закончился может быть я буду полить одну из них из остатков несожженного воска сделаю еще несколько фигурок теперь следующее я ну да с палеолитом закончим это моя самая любимая танцующая как птица с лицом птицы женщина это палеолит египта но того что потом стал египтом давшая кстати она абсолютно совпадает с космогонии древнего египта здесь и и без что-то и птица вену птица возрождение зарождения жизни в общем лепила из остатков поэтому вот она такая архаичная у египтян она была глиняная поэтому она такая покой не красная с белым низом она завернутыми немного вот этими ручками в танце и это единственная экспрессивная во первых с руками но с руками и на ближнем востоке с руками были и даже у догонов с руками но она еще и танцующая 2 движущейся из заметили тонкой талии и маленькими грудями если в основном африка это много детей и такие груди рожавшие рожавшие женщины то здесь и юная танцовщица и с маленькой грудью и и так сладко и поэтично воспевает солкин в одной из своих лекций там по моему даже на заставочки можно в ю тубе найти и потом вот отклики на самом деле вот эти руки и завернуты они очень похожи они дальше перекликаются с основными атрибутами женской энергии в египте с рогами коровы с вот этим корова но я не знаю я очень много об этом рассказываю описывая свои арканы таро потому что это одна из базовых энергии у меня 2 вот но смысл тут в том что древнем египте космогонии древнего египта нигде больше не повторилось христиане взяли оттуда частично пазлы но нигде больше такой космогонии нет это отдельный уникальный мир и он многомерен и вот это знал каждый египтянин но совсем короткой вот так как я привыкла на примере объяснять беря в дом кошку ты приглашаю в дом хатор который то богини любви минералов танцев звука пения красоты изобилия здоровья материнства и дальше по списку почему потому что египтяне осознавали понимали свою многомерность это что они как матрешка не только вот 9 тел включая имя тело тело имени звуковое тело вибрационную нашу энергетическую подпись я прошу прощения за голос потому что я не спала и я много раз говорю это еще и вот то что мы мантрами делаем звуками кто-то молитвами не знаю кто-то просто голосом свою звуковую оболочку своим же голосом ну и периодически слушая других мы еще обогащаем ее другими вибрациями которые с нами в резонансе так вот кошка имеет свой высший аспект и этот аспект богиня кошка бастет у бастет есть тоже высшее я высший аспект это богиня езида у езиды есть тоже высший аспект это богиня хату и дальше по списку там очень длинный дальше перечень до первоосновы так вот а вот эти вот руки за очень похожи на врага я к на они они стали первоосновой в итоге всех корон все бои дальше тут очень много того что в итоге превратилась в древний египет разных царств вот это первая статуэтка начала вот этого всего она отличается от всего палеолита потому что египет это наследник сириуса со всеми его прелестями а вот середина этого процесса как-то меня понесло после велиндорской еще нескольких богинь что-нибудь тоненькое сделать и ну уравнять вибрации потому что это все хорошо по низам это хорошо заземлило но мне как-то сразу захотелось еще космоса своего и я тут быстренько сделала езиду но в короне сибдет короне сириуса вот это и вот это это просто эволюция одной и той же вибрации одной и той же энергии энергии сириуса которая с пирамидами со всем остальным связана и связана с целой реальностью на целой эволюции древнего египта целую целый раз и не раз это наша человеческая шестая раса целый цивилизация так что еще и сегодня новая сейчас покажу наверное надо в двух частях снимать я сниму в 1 это такая вот богинька а вот еще а тут я не буду показывать у меня еще три-четыре мужские фигурки с гигантскими фалосами многие будут нервничать я знаю что ну мало людей которые нормальную физиологию воспринимают надеюсь что среди тех кто меня смотрит таких много вот я просто нож будет свободном доступе сейчас я поверну их попой лесу передам к нам попой чтобы мы посмотрели здесь мои любимые ягодички тайги у визиты все в платье и у нее там видишь и не выделяли эти формы потому что плоскостное было а вот у этой статуэтки она изгибалась и у нее ну просто ссоре это воск ли он застывал и свет выключили поэтому она у меня не сильно изогнул вот но здесь было бы другие изгибы и сзади там побольше объем так значит что еще у нас тут есть это вот к тем мужчинам и к тем гигантским фалосам так как это изображалась в древнем мире в палеолите в древнем египте время в греции ну в общем во всем дохристианском мире и в славянском чуре все эти как это в общем я это показывать здесь не буду но воска это забрала много что должно быть гигантским и это должно быть монументальным блин сейчас будет тревога сейчас будет перерыв собьется запись взлетели самолеты мочулищах так сейчас будет еще я совсем коротко быстро покажу дальше болтать буду еще будет превью такое будет девочка женщина старуха три такие фигурки для отжига и для работы с психологической три единства тут очень много будет техник еще вот такая девчонка женщина родилась девчонка это женщина а еще свечи грудки на их собой не взяла еще вот такая логинька была но так пока не выбилась девочка женщина я даже думала может быть в три этапа 33 единство точно три этапа в 4 такой попить маленький четыре этапа я еще хотела карапуза связать связать я же раньше все вязала слепить но это будет для другого упражнения когда будет воск значит вот допустим девушку поменьше но тут вот это вот палеолит точно девушка возьмем вот эту девочку вот девочка еще подросток допустим я хотела младенца можно еще в стадии и прорабатывать прожигать так как вот я вела раньше занятия когда мы девять месяцев все онлайн каждый день своего зачатия проживали заново и вынашивали себя если там сложно было это все весь процесс неосознанные сложные у мамы с большим количеством выброса адреналинов страхов и всего остального мы все мы себя вынашивали сами перерождались и так несколько раз некоторые ну я в том числе с другими людьми я находила новые в воде заново перерождалась у меня было нескольких таких процессов так вот а вот это же можно проделывать со свечами и отдельно три единства девушка женщина старуха или девочка женщина старуха это скандинавские северные традиции тоже это как с цикла луны в том числе работа с циклами луны это все туда же то есть я еще и карапуза эмбриона хотела бы слепить и даже эмбриона в матке отдельно с матка у меня есть физиологически изображен но физиологическая свеча матка на канале есть такие видео чистки но я вот эти стадии проживания тоже таким набором хочу делать для того чтобы для того чтобы это еще и с огнем прожечь помимо всех проработок почему не вот можно наполнять наоборот любовью и работать с этим как некоторые работают свой там делали себе массаж на своем вольте так вот египет наш с совершенно другой вибрации вот моя любимая заземленная велифдорская это все маленькие палеолита и я надеюсь у меня будет большая коллекция их со временем надо восколько заказать возможности и вот богинь и для клиента ки для работы и с луной с изобилием это все ближе вот этим свечам бригиты в дополнение к тем свечам там 15 уже есть но они под людей сделаны вот так вот я поработала научно вот это я не лепила это было перед этим и я вообще мечтаю такую коллекцию сделать с большим количеством у меня перед глазами их много и это вот это вот форма идея это идея си-ой-ой секреатор по моему девушка обалденная занимается воском интересно пишет о пчели на воске и о его полезных свойствах и и вот у нее такие венерки есть она мне напомнила о моей мечте у нее тоже есть отсылки к веледорской по-своему она сделана у нее очень классные они передают ее состояние я такие повторить не могу вот я на них смотрю и я конечно же эффект бы купила себе и поставила себе на алтарик потому что там ее поток ее вибрации и душа и она вот она тоже наверно наверняка помнить себя там и может быть была автором таких скульптурок и просто ченнелит это здесь не знаю понимает на это или нет но она это делает и это просто окно в этот палеолит и в эту культуру в это состояние человечества и в эти дикие инстинкты там где мы были более здоровы чем сейчас и не уходили так сильно ментал ну есть еще более здоровых или места но они нас помогают заземлять снова вспоминать про плодородие про вот эти наши земные качества мы звездные страники мы симбиоз живого разумного тела принадлежащего к животной планете к животной животному царству планеты земля и вот эти вечные потоки того что там христианство или где-то там называется духом самом деле это просто поток вибрация я их называю звездными странниками а да я еще хочу догонов много догонов японцев и ацтеков майя это я тоже учаясь на архитектуре их очень много рисовала делала всякие рефераты оформляла людям работы и для стендов делала у среду а у меня воска нет вот так вот они пытают нас светом это называется пытка светом вот так только ты вроде пошел спать там рассвет дали ты ладно сейчас доработок на что он как выключит или как начнется обстрел не будет света у тебя пока есть задор и идея и не четвертые сутки не сплю вот такая вот история у меня случилось я довольна своей ночью но если было больше воска я бы еще больше всего сделать убери передать и все богинники делает что тебе нравится а не то что надо вот такая история